В Казахстане открылась международная выставка недели обрабатывающей промышленности Казахстана. Свою продукцию представили отечественные и зарубежные предприятия. Организаторы мероприятия рассчитывают на плодотворное сотрудничество и заключение долгосрочных контрактов. Галина Трощева задала вопрос, что мешает развитию нефтехимической отрасли. В этом году в Казахстане вводят 158 новых предприятий. Больше половины уже функционируют. По словам министра Каирбека Ускинбаева, для себя они составили список 170 предприятий, которые бы хотели видеть на территории нашей страны. Казахстан готов предоставить условия для их деятельности и рынок, что в свою очередь позволит создать новые рабочие места. Мы для себя проектов отобрали на 20 триллионов, поэтому наша задача сейчас выработать систему, чтобы мы могли дать возможность финансировать, привлечь банки второго уровня, потому что без банка второго уровня, который бы кредитовал реальный сектор экономики, конечно, невозможно поднять обрабатывающую промышленность. Интересы казахстанских производителей стараются активно продвигать. В рамках выставки планируется заключение офтей-контрактов, предположительно на сумму порядка 6,4 миллиарда тенге. Здесь же удалось обсудить проблемы и развитие нефтехимической промышленности Казахстана. Три у нас проблемы – это отсутствие базового сырья на сегодняшний день, то есть все сырье, из которого производится продукция, мы практически все это импортируем. Вторая проблема – это отсутствуют доступные финансы, для большей части химической промышленности отсутствует возможность использовать те финансовые инструменты, которые выставляют государство. И третье – это закрытость рынков сбыта. В нашей стране вклад химической промышленности в экономику незначительный. Необходимо поднимать инвестиционную привлекательность нефтегазодобывающей отрасли Казахстана. Уверены эксперты. На сегодняшний день недропользователи, заключая контракт с государством, обязаны поставлять 30-50, иногда 70% нефти на внутренний рынок, причем не то что ниже мировых цен, а в убыток себе, компенсируя, скажем так, определенную часть экспортной выручки. Ну, естественно, инвесторам это неинтересно, и именно поэтому у нас за последние 20 лет, собственно говоря, и нет новых месторождений нефтегаза. Казахстан заинтересован в привлечении инвестиций и создании производств. Сейчас акцент ставится на развитие промышленной кооперации, что в будущем даст стабильную опору для дальнейшего развития отрасли и экономики страны. Галина Трощева, Наур из Базаров, телеканал Атамикен Бизнес, Астана.